Здравствуйте! Согласитесь, иногда нашему городу не хватает лоска и светскости, но грядущие выходные это исправят. Вслед за фестивалем «Пилот» пройдут еще несколько интересных мероприятий, которые создадут культурную атмосферу. Так, например, в субботу, 22 сентября, в Плёсе завершается дачный фестиваль имени Шаляпина. Соберутся множество известных исполнителей, кроме того, будет много классической музыки и фейерверк. Нас с вами в областном центре ждут еще несколько мероприятий, например, завершение фестиваля «Полотно», а также первая фабрика «Авангарда». Но об этом попозже и поподробнее. Современные, стильные, яркие – именно такие артисты легендарного цирка Юрия Никулина. Столичная труппа привезла в наш город парад дрессуры и экзотики. Зрителей ждет необычное выступление мотокаскадеров с трюком «Шар смелости». Увидеть такое представляется возможность не каждому. Сложности и опасности, высокая скорость, металл повсюду, потом количество людей в шаре. Репетируем, конечно, годами. Для того, чтобы выйти на манеж, нужно репетировать несколько лет. И вот до нашего уровня тоже мы… Я шесть лет, например, репетировал девушке, вот сейчас по три уже года. Искушенная публика оценит современное световое оборудование, сценические эффекты, профессиональный звук и лазерное шоу. От классического цирка здесь невероятное мастерство артистов. Зрителей не оставят равнодушными номера с собачками, попугаями, обезьянками. Для животного самое главное, чтобы животное поняло, что от него требуется. Неважно, собака, обезьяна, попугай. С попугаями вообще сложно им объяснить, потому что они за кусочек к собаке не побегут. Им надо именно рассказать, что нужно делать. У них в основном ласка, доброта. То есть мы уси-муси-пуси, всё это вот так. Вот эти вот ребята, ещё братик есть у них, брат-близнец, они нам достались ладошку размером, полуторамесячные, вот такие вот два. Поэтому они с нами выросли. Легендарный цирк Юрия Никулина гостит в Иванове до 14 октября. Билеты пока есть, но это ненадолго. Уже несколько месяцев в Иванове проходит фестиваль уличной культуры «Полотно». Райтеры преображают пространство городских улиц своими яркими граффити-работами. Семь работ уже фактически готово. Проголосовать за лучшую смогут жители областного центра и члены жюри на вечеринке закрытия фестиваля «Полотно». Она состоится 22 сентября в Центре современного искусства «Авангард». Проголосовать за лучшую работу, чтобы её автор получил денежный приз, можно в социальных сетях в официальной группе фестиваля «Полотно». С 21 по 23 сентября на нескольких площадках города проходит фестиваль современного искусства «Первая фабрика «Авангарда». В программе выставки, просветительские события, лекции, круглые столы, презентации книг, мастер-классы, спектакли, показы, концерты и программы видео-арта по различным направлениям – моды и дизайн, хореография, театральное искусство, фото и даже образование. Заявки подали больше 300 участников. Фестиваль должен предоставить художникам, артистам и дизайнерам пространство творческого выражения и показать жителям, что Иваново – это территория культуры. На шестом этаже, в числе событий, которые там будут, будет давать мастер-класс или выступать с презентацией своего творчества знаменитая действительно мирового уровня арт-группа «Профмыза» из Нижнего Новгорода, которая занимается видео-артом, перформансом. Они приезжают, у них график плотный, они приезжают только на один, по сути, день, 22-е. И поэтому, мне кажется, что это событие пропустить нельзя. 23 сентября маленьких Ивановцев и их родители приглашают проект «Играем в музыку». В гости приезжает поразительный и ни на что не похожий театр из северной столицы Бача. Талантливые актеры привезут спектакль по стихам чудесного и любимого детьми Даниила Хармса. Хармс играет и поет. Интерактив и клоунада в обязательной программе. Большой плюс этого спектакля, что там используется живая музыка. Она использует уникальные музыкальные инструменты, такие как барабаны джембо, диджериду. В общем, все очень необычно, красочно, ярко, эмоционально. Ну и я думаю, что это будет очень интересно. Интересно будет детям от 3 до 12 лет. Родителям тоже понравится. Будет всего два представления в 12.00 и в 16.00. Шоу камерное и рассчитано на 30 семей. Ивановский байк-клуб приглашает вас на закрытие байк-сезона, который состоится 22 сентября на территории Текстильмакса. То есть сейчас вот новую площадку нашли, то есть обещается очень большая интересная программа. Колонна будет построение от Северного аэродрома с 2 до 3 часов дня. В 3 часа будет трогаться колонна, она проедет по всему городу до самого Текстильмакса. И напоследок небольшой спортивный дайджест. В субботу в спорткомплексе Олимпия пройдут всероссийские соревнования по кудо имени Эдгара Коляна. В физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Генерала Хлебникова состоятся соревнования по художественной гимнастике. А на парковке у торгового центра «Ясень» пройдут соревнования «Богатырские игры». Это состязания по силовому экстриму. Брутальные мужчины будут поднимать бревна. Это называется логлифт и соревнования будут регионального пошива. Кроме того, в Есюнихе в 10 утра в субботу стартует соревнование для допризывной молодежи по пейнтболу. Вот такие насыщенные получились выходные. Обязательно увидимся. Пока.